В далёком 2013 году Electronic Arts выкатила на обозрение публики очередную часть популярной, но уже начинающей сдавать позиции серии гонок про жажду скорости. Вы, наверное, уже и без меня догадались, что я говорю про Need for Speed Rivals, которая представляла из себя духовного наследника Hot Pursuit образца 2010 года. Молодая в те времена Ghost Games этого даже не скрывала, о чём речь, если соавторами Rivals являются Criterion Games, которые и создали жаркую погоню. Большинство игроков положительно отзывалось об этой игре, по той простой причине, что она взяла элементы, за которые полюбили Hot Pursuit, и увеличила их. Простая и рабочая формула, как и сама игра. Спорткары, погоню с копами и бескрайние поля до шоссе. Electronic Arts не была бы Electronic Arts, если бы не воспользовалась этой формулой ещё раз для очередной игры, но они пошли дальше и просто реузнали всю игру. 1 июля 2015 года был опубликован первый тизер новой видеоигры, который оказалась Need for Speed Edge. Эта игра прошла мимо многих игроков, кто-то вообще о ней впервые слышит. Оно им неудивительно, потому что она была создана специально для китайского рынка. Ох уж эти китайцы, у них даже есть китайский Rivals. На удивление, игра продержалась достаточно долго, относительно недавно была закрыта возможность зарегистрироваться в данный проект. И сейчас худо-бедно работает лишь один китайский сервер. Ну вроде как ещё работает, точно утверждать не могу. Поэтому чисто теоретически, если у вас есть китайский аккаунт Need for Speed Edge, то вы всё ещё можете поиграть в официальную версию. Так вот, Need for Speed Edge разрабатывалась как замена ныне закрытой Need for Speed World. Боже, пожалуйста, не надо писать мне про фанатские сервера World, я прекрасно всё знаю и сам играю на них иногда. Это не отменяет того факта, что официально Need for Speed World закрыта, Electronic Arts положила на неё болт. Так вот, о чём я. В своё время World был очень популярен в Азии, поэтому Electronic Arts решила ради эксперимента взять Rivals и адаптировать её под онлайн-гоночку для них. Если ты, играя в Rivals, думал, что было бы неплохо погонять по миру игры с друзьями, то эта игра как раз для тебя. Да, я в курсе, что в Rivals есть мультиплеер, можно вместе проходить гонки, играть за копов, охотиться на других игроков, но тут вся игра построена вокруг онлайн-режима. В оригинальном Rivals на довольно большой карте было очень мало игроков. Edge позволял игрокам погрузиться в мир гонок, в котором вместе с друзьями можно играть в самые разные режимы, которых ранее не было. Тут даже можно было обменивать и торговать тачками на площадке, настраивать их и тюнинговать. Я уже неоднократно говорил, что Edge это тот же Rivals, но с моей стороны будет несправедливо рассказать, что эта игра определёнными элементами напоминает игру Blur. О чём речь, если тут даже есть похожий режим, в котором по карте разбросаны различные пауэрапы, и ты можешь использовать их против своего соперника. Карта тут точно такая же, как в Rivals, однако есть определённые трассы и места, которых ранее не было, их добавили специально для Edge. Автопарк по сравнению со своим отцом стал намного богаче, а вот физика в этой игре, кстати, на мой взгляд, лучше, чем в Rivals. Тут она более лёгкая и приятная. Однако, это всё тот же Frostbite 3, если что. Всё. Жаль, я не могу сказать про графику, того же, что про физику. Графон, как мне кажется, а может так и есть хуже, чем в Rivals. Будто играешь на минималках, хотя в настройках я поставил всё на ультра. Что же, ребята, если у вас появилось желание поиграть в данный продукт, то хочу вас обрадовать, ибо у вас теперь есть возможность сделать это. Однако, сразу предупреждаю, это оффлайн мод, то есть игры в онлайне тут нет. Можно скачать, поиграть и всё такое, но поскольку вся игра строилась вокруг онлайн поездок, вы многое теряете. Если ты всё же ещё хочешь сыграть, то присаживайся и запоминай, что есть в этом моде. Для начала переходим по ссылке в описании в дискорд канал проекта. Оттуда переходим в чат How to Play и скачиваем два файла. Первый – это файлы с самой игрой, а второй – оффлайн сервер. Можете распаковать оба файла куда вам угодно, кроме рабочего стола и папки Program Files. Это нужно для более корректной работы мода. Далее сразу открываем вторую папку с файлами сервера. В папке находится ещё одна папка под названием Unpack Int of Game Folder. Как понятно из названия, их нужно перекинуть в первую папку, где находятся игровые файлы, и подтвердить замену. Остальные файлы из второй папки мы также перекидываем в первую. Следующим шагом находим файл nfs.ol.exe, а затем в его свойствах ставим совместимый с Windows 8. Также, само собой, не забываем поставить галочку рядом «Запускать от имени администратора». Это обязательно. Далее нам необходимо запустить сам оффлайн сервер. Сначала запускаем файл start.bat, а затем start.edge.bat. Если вы сделали всё правильно, то в углу появится загрузка. После этого произойдёт сам запуск игры. В этом меню можно ввести всё, что угодно. Иииии... Всё. Игра запущена, вы великолепны. К слову, если вы всё же до этого играли в Edge, то в папочке «Мои документы» вам необходимо удалить папку под названием Need for Speed Edge, потому что из-за этой папки игра будет работать некорректно или вовсе откажется запускаться. А теперь, думаю, настала пора ответить на главный вопрос, который, я уверен, не покидал вас на протяжении всего видео. Почему же игра в оффлайне может вам понравиться? Ну, я скажу, что как минимум это интересный экспириенс, это какая-никакая, но полноценная Need for Speed. До этого игра работала с какими-то косяками и костылями, приходилось очень долго мучиться, чтобы её запустить вне Азии. Да и сейчас, чтобы её запустить, нужно провернуть пару махинаций, однако это уже легче, чем было ранее. Плюс, теперь тут всё открыто, и ты сможешь поиграть на любом из доступных автомобилей, а их тут немало, и ты можешь спокойно прокачать их внутренние составляющие. Кстати, стайлинга тут нету, он примерно как в Rivals и покраска, какие-то наклейки и всё в принципе. Некоторые автомобили, кстати, очень необычные. К примеру, тут есть редкий Jaguar, который раньше был популярен в играх, но сейчас его почти нигде не увидишь. В Rivals были в основном лишь суперкары и гиперкары, а здесь, к примеру, есть смарт-лоу. Edge в своём виде был самым настоящим условно-бесплатным ММО, где приходилось часами играть, чтобы хотя бы немного прокачаться и купить какую-либо тачку. А о дорогих машинах приходилось лишь мечтать, прогресс был искусственно замедленный, и тут либо опять же качаться сутками напролёт, либо вкладывать уже реальные деньги в прогресс. Если вы решите поиграть, то не удивляйтесь, что при запуске игра всегда будет вас загружать на Lamborghini Aventador. Чтобы поменять машину, нужно перейти в гараж и выбрать интересующее авто, запустить гонку на время, выйти из этой гонки в лобби и уже затем нажать кнопку открытого мира. Опять же очередные костыли, но всё же не сложно. Как я говорил в начале ролика, разработчики явно позаимствовали из Bluer режим с поворапами. Его тоже можно запустить и поиграть против бота. Искусственный интеллект, которого не шедевр, но достойную конкуренцию он может составить. Чувак тоже не брезгует пользоваться поворапами, и стоит предупредить, что в этом режиме игра иногда работает нестабильно и есть риск крашнуться. Из поворапов тут шипы, дымовые завесы, различные электрические удары, щит и многое другое. Из других режимов также есть дрифт, в котором надо набрать как можно больше очков за определённое время. Существуют спринт, тайм-триалы, их можно запустить как в отдельном режиме на закрытой трассе, так и в свою очередь в открытом мире. Помимо этого есть режим, где вы сможете испытать свои навыки вождения в игре по уровням сложности, от самого лёгкого до самого сложного, так сказать, школа вождения или прокачка ваших умений в игре на практике. Сейчас очень важно, чтобы создать гонку с поворапами, дрифт-гонку или спринт вне открытого мира, нужно зайти во вкладку Friendly, Room Match, выбрать режим и нажать на эту кнопку. Такими действиями вы создадите лобби, а боты уже сами к вам подключатся. Само собой, ничто не мешает свободной езде кататься в открытом мире и изучать его, наслаждаясь видами и шикарной музыкой. Нет, я серьёзно, саундтрек тут шикарный. Можно также выполнить определённые этапы кампании, тут 70 гонок на всей карте. В открытом мире есть смена дня и ночи, а в гараже, как я говорил выше, доступны все игровые автомобили, существующие в игре. Скрытые, не изданные, не законченные, они также все в вашем распоряжении. Вы можете установить на них детали любого уровня, покрасить, поставить винил и кататься. Если вы при запуске не видите интерфейса и всё, что можете это кататься на ламбе, то следовательно вы запустили игру и сервер неправильно. Закрывайте, удаляйте и делайте всё в порядке очереди, как сказано выше. Повторяйте до тех пор, пока всё не заработает корректно. Я советую вам использовать китайскую версию игры, она стабильнее и рекомендуется разработчиками офлайн-мода. Первая версия мода вышла всего неделю назад, и что-то пока будет работать нестабильно и некорректно. Поэтому может быть и такое, что игра у вас не запустится вовсе. Всё, что нам остаётся, это ждать патчей, обо всех проблемах вы можете написать на сервер в дискорде, там есть отдельный русский чат. Думаю, пришла пора подводить итоги, мне было довольно интересно изучить данную игру, покататься и исследовать её мир, ибо я и так очень давно пытался её запустить, но регистрация всегда отменяла мои планы. По факту, на пару вечерков она может заинтересовать фанатов, особенно если вам нравился мир Rivals. Я благодарен команде разработчиков, ребята, вы красавцы, спасибо вам ещё раз большое, теперь остаётся ждать фан-сервера, чтобы уже полноценно поиграть на нём. Как, к примеру, это было и с Ворлдом. Что ж, друзья, а на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok